коллеги всем добрый день доброе утро у кого-то может быть добрый вечер давайте проверим связь если меня хорошо видно и четко слышно прошу дать мне знак у вас правом нижнем углу можно проставить огонечки либо написать комментарий отлично отлично коллеги большое спасибо за обратную связь так но я предлагаю начинать да там если кто-то еще не успел подключиться то подключиться чуть позже мы все равно выложим на наш youtube канал запись с вебинара вот поэтому начинаем коллеги еще раз добрый день я полтава юлия и анатолий дичков даже чем рада приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре в этот замечательный последний весенний денек а мы уже с вами полгода назад примерно разговаривали на тему работы с цифровой системы цифровой маркировки в акселот вмс x5 и цель сегодняшней встречи освежить наши знания и дополнить по плану пойдем следующим образом вначале вообще вспомним что такое кизы да с чем их едят как говорится далее уже проговорим детально о функционале который мы заложили в акселот вмс x5 ну и в конце мы с анатолием уделим вам время и ответим на все вопросы коллеги усаживаемся поудобнее настраиваемся на рабочий лад уверена то что следующие 30 40 минут мы проведем с вами продуктивно начинаем мы гордимся тем то что наш штат высококвалифицированных сотрудников позволяет реализовывать более ста проектов в год 80 процентов из них посвящены складской логистике и в каждом третьем проекте мы реализуем функционал связаны с цифровой маркировкой ни для кого не секрет то что киз это контрольный идентификационный знак это маркировка qr-код который мы можем считать при помощи специального приложения и проверить товар на подлинность кизы введены для государственного контроля за производством и перемещением товара конечно же в акселот вмс x5 заложен функционал который может учитывать фиксировать и проверять кизы и также функционал способен соблюдать полностью помогать вам соблюдать полностью закон да это очень важно потому что никто из нас не любит штрафы но и функционал способен подстраиваться под специфику любого склада хочу отметить то что с тем маркировки у нас введена не только в россии но и также в белоруссии казахстане и с 21 года в узбекистане мы гордимся то что наше решение акселот вмс x5 прошло проверку и официально рекомендовано для автоматизации складов перечень партнеров вы можете увидеть на официальном сайте честного знака а конечно же компания акселот будет среди них коллеги но если бы я работала в соответствующем органе да то сейчас бы рассказывал о том то что введение системы цифровой маркировки убережет нас от контрафактной продукции до снизить долю серого рынка но сегодня мы все-таки разговариваем с вами про склад и прекрасно понимаем то что такие нововведения усложняют и удлиняют все логистические процессы а также накладывают на нас лишняя ответственность за контролем кизов мы со своей стороны как разработчик программных продуктов а акселот вмс x5 попытались максимально сделать работу с цифровой маркировкой удобной для вас а для этого мы создали удобное рабочее место где ваш сотрудник без проблем сможет отсканировать штрих-код да и соответственно система зафиксирует кис функционал способен агрегировать и разагрегировать серийные номера а благодаря тому то что у нас огромный опыт в автоматизации мы умеем обрабатывать любые любую номенклатуру она конечно же самое главное то что функционал заложен уже в коробке его не нужно никак не допиливать не дорабатывать то есть вы просто приобретаете наш программный продукт и с удовольствием им пользуетесь в рамках всех наших проектов мы реализуем валидацию кизов через корпоративно информационную систему как это происходит например при приемке да мы сканируем киев то есть система отражается в мс далее передается в корпоративно информационную систему ну а та соответственно передает ее в честный знак а почему мы за такую схему потому что мы можем видеть полную информацию по контрагентам да все-таки в мс мы не заносим нас основная информация в корпоративной системе а и когда по такой схеме мы делаем обмен а то между корпоративной информационной системой и системы честного знака образуется некий шлюз где мы можем повторно проверить информацию и тем самым уберечь себя от лишних ошибок и кроме того в случае если ваши склады находятся удаленно друг от друга то предлагаемая нами схема все равно является централизованной так как обмен с честным знаком будет выполняться через корпоративно информационную систему тем самым наша схема позволит вам не только существенно упростить эксплуатацию но и в разы снизить стоимость поддержки дополнительного обмена давайте перейдем уже к функционалу который заложен именно в нашей системе акселот вмс x5 и в этом нас больше сориентирует анатолий спасибо еще раз добрый день компания акселот давно участвует в процессах автоматизации складов с учетом различных особенностей маркировки начиная с 2018 года регуляторы постоянно меняют и дополняют требования которые для ведения маркировки и учета по силеным номерам акцизов и кизам у каждой отрасли у нас есть свои особенности которые продиктованы большим количеством требований непосредственно от регулятора и вариативностью бизнес-процессов той или иной компании вслед за появлением новых требований и нового проектного опыта который мы получаем в рамках реализации различных проектов от конечных пользователей мы смогли собрать объединить и включить в типовый релиз функционал который смогут использовать наши клиенты в различных операциях и в зависимости от своих потребностей и далее я вам расскажу о функционале системы который выполняет максима который вызывает максимальный интерес у наших клиентов на сегодня мы поговорим о различных вариациях работы с сильными номерами акцизами и кизами как устроена работа с кизами в непосредственно самой системе расскажу о примере с изъятием проблемного киза и о решении как решился вопрос с разницей в регистра поговорим про адаптацию рабочих мест и дополнительный контроль при сканировании шрифт кода дата матрица в новом релизе мы максимально постарались заложить различную вариативность с помощью которой можно выполнить разные настройки необходимые именно для вашего бизнеса хотел бы обознать что они являются универсальными под каждый бизнес процесс отдельно взятой компании и данные настройки не являются обязательными для первоначального заполнения в системе то есть в случае если ваша компания не работала с товаром подлежащим обязательной маркировки и этот товар попал в списке в какой-то момент был включен в списке обязательной маркировки вы можете дополнительно включить этот функционал и уже непосредственно работать с данным товаром если же говорить о самих настройках то первой и основной настройках в системе который включает учет по товарам подлежащим обязательной маркировки является настройка учет по серийным номерам акцизом и кизом после включения данной настройки становится доступным для активации следующие параметры первый из них это запись строк по серийного учета по задачам который позволяет данный параметр позволяет нам провести запись серийных номеров акцизов и кизов в процессе выполнения задач связанных с отбором и движением товаров в рамках склада данная фиксация будет немного нагружать систему но при этом позволит нам произвести анализ подробный анализ о движении товара с учетом серийных номеров и агрегаций и выполнить передачу этой информации в корпоративную систему при необходимости следующий параметр доступны нам это учет агрегационных учет агрегаций серийных номеров соответственно более известный как и сессий под параметр который позволяет нам работать непосредственно с агрегациями их созданием на складе далее параметр уведомлений создание уведомления при изменении состава случае если менялся состав параметр который отвечает за запись данных документ уведомления серийного учета в зависимости от того что происходило создали мы агрегацию трансформация агрегации произошла либо ее расформирование и четвертый параметр который появляется при включении серийного учета это на возможность использования нормализованной и нормализованы схемы хранения данных запасам серийного ручета нормализованной схеме мы получаем данные агрегациям и их составу но при приемке мы фиксируем только количество р q подход Tris соответственно значительно ускорять процесс приемки но при этом замедляют процесс поиска кеза в случае если это нам понадобилось где нормализованной схеме мы также знаем и агрегаций и состав то есть серийные номера к язык, которые, либо акцентные марки, которые туда входят, и фиксируем их в процессе приемки. То есть в случае, если нам надо произвести подробный разбор, мы можем определить по серийному номеру, в какой агрегации он находился. Все эти настройки влияют на дальнейшую нашу доступность, тех или иных параметров для настройки системы более глобальных. И далее перейдем к следующему нашему слайду. Это следующий уровень настроек, который производится в системе. Для более точной настройки правил обработки товаров, подлежащих обязательной маркировке. Данный параметр называется модель учета. Модель учета – это совокупность некоторых настройок, которые используем для товара, включающих в себя перечень различных параметров, таких как будет использоваться ли партия или не будет, ведем ли мы сроки годности по товару или не ведем, является ли товар, включенный в данную группу, учетным, и требует ли он обязательной маркировки или не требует. Ну и также туда включаются правила обработки товаров в рамках склада. И непосредственно с помощью модели учета мы регламентируем процесс грузообработки для конкретной группы товара. С помощью настройок учет по серийным номерам определяется принадлежность товара к группе, по которой ведется серийный учет. Далее при активации данной настройки нам становятся доступны следующие параметры. Первый параметр – это учет при приемке, то есть необходимо ли нам фиксировать серийные номера и агрегации в процессе приемки. Второй параметр – это учет при отгрузке. Как и в параметре учет при приемке, мы также данным параметром регламентируем процесс и потребность, необходимо ли нам ввод серийных номеров и агрегаций, в случае, если мы отгружаем товар. И данный параметр отвечает за все процессы, связанные с исходящим потоком, такими как отгрузка, упаковка, сортировка, отбор. То есть далее третий наш параметр – это контролировать количество, которое определяет необходимость контроля плановых серийных номеров и серийных номеров, которые ввел пользователь. Четвертый доступный параметр в настройке – это тик серийного номера, то есть какой серийный номер будет сканироваться для определения данной модели учета, чтобы система могла максимально корректно выполнить валидацию введенного значения. То есть это может быть кис, может быть акцизный номер, либо прочий элемент маркировки, который введен в систему. И далее в зависимости от настроек система будет определять, какого типа серийный номер используется для обработки товаров в рамках выполнения обработки товаров, относящихся к данной модели учета. Далее пятый параметр, который становится доступным – это учет агрегации серийных номеров. Соответственно, им мы регламентируем, будем ли мы для данной модели учета использовать агрегации по товарам, или агрегация нам не нужна. И в случае, если он включен, также становится доступным параметр, который отвечает за подтверждение и фиксацию серийных номеров в системе. То есть данный параметр называется «требуется подтверждение на изменение агрегации», и он отвечает за создание документа уведомления серийного учета. Следующим уровнем настроек, который используется в процессах, связанных с обработкой серийных номеров, акцизов и кизов, являются настройки процессов поступления и отгрузки, и настройки очередей задач и их выполнения. В рамках настройки процессов поступления и отгрузки нам доступна настройка учета контроля планфакт по серийным номерам. При ее включении система будет анализировать полученные путем интеграции данные, об агрегациях и серийных номерах, и сравнивать их с введенными значениями, которые вводят пользователи при выполнении приемки. В случае, если мы работаем с обратным акцентом, или данной информации у нас нет, соответственно, эти настройки не обязательно включать, и система будет отрабатывать согласно настройкам очередей задач и моделям учета. Все остальные настройки в рамках процессов, используемых на складе, настраиваются уже в очередях задач и настройках их выполнения. Для ограничения параметров можно использовать в той или иной очереди функционал, который будет определять, как и что именно мы можем вводить. То есть нам становятся доступны параметры вводить серийные номера и агрегации. Соответственно, в случае, если мы устанавливаем в рамках настройки выполнения очереди задач данный параметр, будет доступно сканирование и агрегаций, и ввода серийных номеров акцизов КИЗов. Также мы можем ограничить только ввод серийных номеров, то есть, соответственно, устанавливаем параметр вводить серийные номера, И система не будет реагировать на сканирование агрегаций. И последняя настройка, которая нам доступна, это вводить агрегации. Она нам позволяет не только создавать новые агрегации, но и работать с уже имеющимися агрегациями в системе. Все настройки доступны в очередях, которые связаны с перемещением и пересчетами объектов хранения, то есть товаров. Ну и как промежуточный функционал давайте подведем некий такой итог, что нам надо сделать для того, чтобы система могла нормально работать с серийными номерами, с товарами, подлежащими обязательной маркировке. Первое – это выполнить глобальные настройки, которыми регламентируют, какой процесс работы с серийными номерами мы будем использовать. Второе – это настройка в моделях учета, которая регламентирует правила обработки товаров. И третье – это настройка в рамках выполнения операций, связанных с фиксацией движения товаров, подлежащих маркировке. Далее мы с вами разберем процесс приемки с помощью TSD, в рамках которого будем создавать непосредственно агрегацию. Первым действием, которое пользователь должен выполнить, это сканирование шлиф-кода ячейки, в которой будет размещаться наша будущая агрегация. После того, как пользователь отсканировал ячейку, пользователь должен отсканировать шлиф-код поддона, либо короба, который в последующем станет нашим агрегационным коробом, либо поддоном нашей агрегацией. Далее пользователь сканирует шлиф-код серийного номера киза товара, который будет входить в эту агрегацию. После сканирования первого киза пользователю необходимо через меню перейти в форму создания новой агрегации и далее отсканировать все кизы, которые будут входить в состав нее. После того, как пользователь отсканировал все кизы, он должен завершить приемку. И далее в зависимости от того, устанавливали мы в модели учета параметр, который отвечает за формирование агрегации или не устанавливали, система будет формировать документ в уведомлении серийного учета. После выполнения агрегации информация о ней записывается в специальный регистр, который так и называется, формирование агрегации, и до момента ее подтверждения эта агрегация будет считаться недействительной. Оттверждение регистрации может происходить как вручную, так и путем интеграции, в зависимости от того, как настроена система. Далее мы поговорим о регистрах, которые хранят в себе информацию, связанную с серийными номерами, агрегациями и их движением. И первый регистр – это запасы серийных номеров, акцизов и кизов, которые содержат в себе информацию о серийном номере, акцизе или кизе, который был введен в систему или получен путем интеграции, наименование объекта хранения товара, к которому относится данный серийный номер, и партии, в случае, если партия, он на учет ведется в системе. О месте хранения или агрегации, в котором числится данный серийный номер, признаки блокировки и доступности киза. Второй регистр, который также связан с серийными номерами, это запасы серийных номеров, акцизы, кизов, движения. То есть мы в нем фиксируем всю информацию о движении товаров, о движении серийных номеров и агрегаций. В случае, если запись происходит, запись в этот регистр происходит в случае, если мы фиксируем данное действие в каком-либо процессе. То есть в случае отвода мы сканируем, допустим, серийный номер или киз. В этом случае тогда происходит у нас запись в регистр, и, соответственно, мы можем отследить движение по товару. По аналогии с регистрами серийных номеров, у нас в системе есть два регистра запаса агрегаций серийных номеров и запаса агрегаций серийных номеров движения. То есть то же самое, фиксация движения агрегаций и фиксация сыровых агрегаций и входящих в нее коробов, например. И еще один доступный нам в системе регистр, это штрих-код для серийных номеров, в котором фиксируется полный штрих-код серийного номера и короткий штрих-код SGTIN, так называемый, который используется для отчетности и обмена. Теперь давайте перейдем к функционалу, который был реализован за последнее время. Так как список товаров, подлежащих обязательной маркировке, с каждым годом увеличивается, начать я хотел бы с дополнительного контроля по дате производства. Так как количество товаров, которые входят в каталог, национальный каталог растет, могут возникнуть ситуации, при которых в процессе приемки и обработки могут использоваться товары, выпущенные до момента включения и обязательной маркировки, и после момента добавления в список. Соответственно, как следствие, в рамках развития системы добавлено настройка, которая позволила непосредственно на уровне модели учета ограничить, установить эту дату, определенную дату производства, после которой товар должен проходить обязательную маркировку. И далее система уже в автоматическом режиме определяла по дате производства, по партии, соответственно, требуется ли запрос серийного номера или запрос серийного номера КИЗа не требуется в ходе обработки товаров и при передаче следующей информации в корпоративную систему. Далее перейдем к разбору ситуации, когда один или несколько КИЗов у нас не прошли валидацию в честном знаке. Для предотвращения блокировки всей партии и всего остатка, который у вас есть на складе, был разработан механизм, позволяющий изъять заблокированный КИЗ или КИЗы, которые не прошли валидацию, путем сканирования КИЗов и определения... сканирования КИЗов и перемещения их в некую зону. Система автоматически определяла, заблокирован КИЗ или нет, и в случае, если КИЗ не заблокирован, выдавала соответствующие информационные сообщения на терминал сбора данных пользователю, о том, что данный КИЗ прошел валидацию и, соответственно, не является заблокированным. Что позволило нам не держать запасы на складе, заблокированном до момента решения, а изъять необходимый КИЗ, который не прошел валидацию, и весь остаток, который доступен, и прошел проверку в честном знаке, запустить в работу. Теперь я хотел бы рассказать еще немного о новой возможности обработки КИЗов. Это распознавание различных регистров в КИЗе. Так как честный знак допускает использование верхнего и нижнего регистров при формировании серийного номера, а система, построенная на базе 1С, не умеет различать эту разницу, для корректной идентификации КИЗов с учетом регистров был доработан дополнительный параметр, который позволяет как раз выполнять идентификацию разных регистов и производить проверку при сканировании датаматрикса, что позволило нам корректно, соответственно, вести учет и корректно передавать информацию о КИЗе, который мы отсканировали. Далее немного поговорим про адаптацию рабочих мест. Соответственно, в рамках адаптации рабочего места приемки были выполнены доработки, которые позволят нам фиксировать непосредственно серийные номера и агрегации, а также создавать их на рабочем месте приемки. Определять товар путем сканирования штрих-кодов, штрих-кодов именно КИЗа, штрих-кода КИЗа либо серийного номера, что это за товар, и идентифицировать его по датаматриксу, и выполнять контроль структуры штрих-кода. То есть когда мы сканируем штрих-код серийного номера либо КИЗа, система четко определяет, что это действительно КИЗ и не дает пользователю ввести отличное от требуемого значения. То есть пользователь не может ввести в систему, там вместо КИЗа, допустим, штрих-код товара либо любое значение, которое ему захотелось. И также в рамках рабочего места маркировки были выполнены доработки, которые позволили нам, помимо того, что мы формируем этикетку с датаматриксом для последующей маркировки товара, мы можем привязать эту этикетку к определенной партии и также привязать ее к определенному месту хранения, в которое она числится. при выполнении печати. Помимо всего прочего, мы с помощью рамкировки можем ввести статистику, когда кто и сколько этикеток распечатал. В случае, если партия дробится на части и, соответственно, печать этикеток происходит в нескольких этапах. Еще из наиболее интересных новшеств можно отметить функционал, связанный с копированием этикетки. с серийным номером либо кизом и дополнительной проверкой сканируемого шрифт-кода у товаров, который подлежит обязательной маркировке. Соответственно, в первом случае мы столкнулись с необходимостью дополнительной маркировки товара, которая находится в упаковке, на которой нанесена непосредственно маркировка, нанесен датаматрикс. Нами был разработан функционал, который позволил с помощью TSD скопировать шрифт-код и далее выполнить печать копии непосредственно серийного номера, который был отсканирован. Во втором случае, для товаров, у которых необходимо фиксировать серийный номер в процессе выполнения тех или иных операций, мы установили жесткое ограничение на ввод серийного номера и, соответственно, пользователь, в случае, если сканировал обычный шрифт-код товара, система его предупреждала и давала им информационное сообщение, что он должен ввести датаматрикс. В случае, если за товаром не ввелся учет по серийным номерам, то система принимала спокойно, определяла товар и принимала его при сканировании обычного шрифт-кода товара. Коллеги, наверное, на этом у меня на сегодня все. Давайте перейдем к вашим вопросам. Продолжение следует...